Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! С вами Татьяна Сидоренко и такие редкие, но такие долгожданные видео с педикюром. Сегодня будет очень подробное видео, сегодня мы будем делать однотонку, но поподробнее с вами разберем именно обработку ногтевой пластины, на что важно обратить внимание, ну и от и до, без всяких там вырезов, уберем под ногтевую мозоль. Для начала всегда рассматриваем исходник. У моей клиентки очень много птеригия и очень скрученные ногти на ногах, на самом деле это большая проблема, плюс грубая кожа и конечно же под такими скрученными ногтями всегда образуются большие мясистые под ногтевые мозоли. Еще больше усугубляет то, что у нас все-таки есть покрытие, какое бы тонкое и безопасное оно не было, конечно же любая база, любой гель-лак провоцирует иссушение ногтевой пластины и также скручивание. Поэтому покрытие мы здесь всегда стараемся делать в один слой, сегодня разберем как же это сделать, даже если лак ваш не очень плотный, так скажем. Итак, для начала мы снимаем покрытие, снимаю я его на 25 тысячах оборотах твердосплавной фрезой с фиолетовой насечкой и здесь очень важно сделать все максимально полностью, то есть снять максимально полностью, но в то же время сделать это безопасно. Поэтому я снимаю цвет, базу и оставляю тончайший слой базы на ногтевой пластине и убирать это буду все пилкой. Дальше мы делаем срез кусачками от Silver Star, они именно для ногтей и с этой клиенткой я работаю только такой моделью, обратите внимание какие у них тонкие кончики, то есть можно подлезть даже в самый-самый скрученный ноготь, даже в самый активный валик. Поэтому очень удобно, обязательно спрашивайте, такие инструменты продаются 100% во всех магазинах, у них очень много представителей. Дальше разберем с вами абразив. По натуральной ногтевой пластине мы можем работать только абразивом на 240 грит, это максимально мягкий абразив. Также мы работаем деликатно, напомню, что видео я ускоряю просто для того, чтобы вам не было скучно и сейчас я работаю максимально нежно и аккуратно. Также посмотрите верхний захват, пальчиком большим левой руки я как бы чуть-чуть оттягиваю валик нижний и аккуратно прохожусь по ногтевой пластине, убирая остатки базы, чтобы ноготь был наш максимально ровный и в последующем мы базу смогли нанести тонко. А также сразу же обрабатываю птериги, то есть всю самую большую работу я выполняю именно пилочкой. И здесь у нас вступает в игру наш шабер. Здесь я выбрала вот такой вот полукруглый, обратите внимание на кутикулу, она у нас тоже такая полукруглая, поэтому этот шабер максимально подходящий именно к данным ногтям. Обязательно присмотритесь к нему, он хоть и практически плоский, но имеет тонкую грань и также ручную заточку, что позволяет беспроблемно отделить и создать кармашек. Работаем фрезой, кстати в прошлом году очень много разбирали с вами как же называется эта фреза, в итоге выяснили, что это либо морковка, либо капли с синим абразивом, так как кутикулу, напомню, у нас здесь достаточно грубые боковые валики, но здесь кроется самая большая проблема. У данного клиента и я уверена, что у вас тоже есть такие клиенты, очень-очень глубокий карман, глубокие пазухи, но в то же время активные валики, а значит места для того, чтобы нам найти, чтобы нам зайти в карман или в боковую пазуху не так-то много. Здесь очень-очень важна натяжка. Видите, как я сильно натягиваю пальчик с обеих сторон, делаю это таким захватом, что держу палец как прищепку для того, чтобы раскрыть максимально пазухи с обеих сторон. То есть обязательно натягивайте, обязательно вы должны видеть, где ходит ваша фреза, ну и также эта фреза еще позволяет хорошо вычистить вот такие вот борозды, которые у нас остались после того, как мы убрали ноготь. Напомню, что здесь у нас достаточно сильно ногти впиваются, но, кстати, клиенту это дискомфорта не приносит, за исключением больших пальчиков. Большая достаточно кутикула для ног, обычно ее меньше у других клиентов, но как мастеру мне даже интереснее. Срезаю своей любимой моделью ножницы, это Silver Star 504 Pro, обязательно присмотритесь к ним, у них коротенькое полотно и очень-очень удобно с ними работать. Срезаю кутикулу чуть как бы налегая на клиента, то есть делаю не прямой срез, но в любом случае нижнее полотно у нас всегда находится под кутикулой, а вот верхнее я чуть-чуть заваливаю. Дальше обязательно шлифуем кожу, шлифуем, полируем, я это делаю силиконово-корбидным шлифовщиком, затрачиваю на это прям буквально 2 минутки на 2 ноги. Делается это все быстро, это нужно для того, чтобы придать коже лоск, также избавиться от каких-то борозд после среза. В общем, кожа так смотрится более здоровой и напитанной. И здесь нам никак не справиться без какого-то размягчителя, сразу вам скажу, кюретка у меня двухсторонняя, очень удобная, у нее два конца и два вот эти крючочка, они повернуты в разные стороны, то есть они оба пригодятся и обеими сторонами я пользуюсь. Захожу либо сверху, либо снизу, тут уже смотрю по ситуации. И дальше на размягченную только кожу мы начинаем, находим наш краешек, нашей под ногтевой мозоли, и начинаем маленькими, коротенькими, толкательными движениями подталкивать ее к синусу, что ни в коем случае нельзя делать. Нельзя взять и вот такой вот кусочек срезать, то есть нужно обязательно добиться того, чтобы эта мозоль вышла вся полностью. Дальше, если мы видим, что процесс наш застопорился, начинаем работать уже к торцу, аккуратно работая от синуса. Еще раз повторюсь, все это делаем очень деликатно и периодически я даже могу спросить клиента, не больно ли, потому что, знаете, есть люди, которые любят потерпеть, так скажем. И вот такой работой в разные стороны, плюс кератолитик мы можем удалить практически любую под ногтевой мозоль. Если мне что-то вдруг не нравится, я могу пройтись влажной салфеткой, то есть убрать кератолитик и только после этого поработать фрезой и уже вытащить остаточек под ногтевой мозоли при помощи наших кусачек. Ни в коем случае не срезать. Дальше вопрос по подбору баз для педикюра. База для педикюра не должна быть сильно жидкой, иначе все ширушки у вас будут видно, но и не должна быть слишком густая. Также она должна быть обязательно пластичная и должна ложиться в тонкий слой. Я выбрала базу от Космопрофи, наношу ее тонко, но не втирающей. Если вы нанесете втирающим слоем базу в ноготь, то после того, как вы ее обезжирите, ее практически не останется. А соответственно и покрытие, например, на йоге будет носиться очень плохо. Поэтому мы наносим тонкий слой, но не втирающий. Также не забывайте, что у меня есть свой индивидуальный промокод Танюши Си, который даст вам скидку 20% в магазине Космопрофи. Пропишу все в инфобоксе и оставлю в описании под видео. Цвет я взяла под номером 10. Это красный стопроцентный однослойник. Очень красивого оттенка, такого сочного, даже где-то немного ягодный потон. Наношу его также плотно, потом добавляю небольшую каплю. Представьте, как вы делали бы выравнивание базой, но сделали бы его прямо самым-самым минимальным. И эту капельку я распределяю по кутикулу и боковым валиком. Здесь нужно понимать, что когда мы делаем покрытие в педикюре, мы делаем его, во-первых, встык, потому что кармана там у нас практически нет. Ну, а во-вторых, нам не нужно завести настолько глубоко, как мы делаем это в маникюре. Потому что, представьте, чем больше мы наносим площадь, тем больше ноготь у нас начинает скручиваться. Ну, а в боках, особенно когда клиент будет стоять, все эти валики навалятся у нас на ноготь, и этого вообще не будет видно, что там где-то тонкая полосочка. Для нашего же облегчения, в общем, обязательно думайте не только о красоте, но и о здоровье ног ваших клиентов. Покрываем все топом, подпиливаем обязательно торец и любуемся результатом. Торец пилите сильно, вот прям как будто вы пилите форму, только тогда ваш педикюр будет смотреться четко, с четкой красивой формой, и посмотрите, давайте полюбуемся вместе с вами на результат. Кстати, как вам макросъемка? Обязательно жду от вас обратной связи, я очень старалась максимально близко вам все показать, надеюсь, что вы останетесь довольны. Ну, и немножко с вами затронем процесс съемки, если вы хотите сделать красивое фото педикюр, у меня есть для вас стопроцентный и рабочий вариант. Первое, это вам понадобится любой фотофон, дальше вам понадобятся любые сухие блестки и обезжириватель. Я обмакиваю пальцы перчатки сначала в спирт, потом в блестки, и провожу по пальчикам клиентов. Фото получается просто невероятное, клиенты уходят блестящие и довольные. Обязательно ставьте лайк, пишите в комментариях, как вам такое видео, любите ли вы мои видео с педикюром и снимать ли их чаще. Если вам было полезно и интересно, обязательно оставьте любой комментарий. С вами была Татьяна Сидоренко, всем пока!